Привет, меня зовут Александр Андреевич Кузьмин, мне 20 с лишним лет, не 29, 28, 27 и так далее, нет, 20 с лишним лет. Мой рост метр с лишним, метр с лишним формулировка, я никогда не говорил, что я низкий, никогда не говорил, но я всегда говорю, что рост в моей картине мира, и у вас, парни, также должно быть, и у вас, девушки, также должно быть, решающей роли иметь не должен при создании отношений, при взаимодействии с паркетами. Почему? Да потому что, очевидно, что девушки в среднем гораздо ниже, чем мужчины, и мальчик, даже если у тебя рост метр пятьдесят пять, ну или еще меньше, без проблем может найти девушку ниже себя, вот без проблем, реально, главное тут, чтобы была гармония, и желательно, это вот я уже за девушек скажу, чтобы парень был выше, чем ты, это понятно, это мне понятно, соответственно, даже если у тебя еще раз метр пятьдесят пять рост, ты намутить девушку, которая ниже тебя, сможешь без проблем, потому что девушки в среднем гораздо ниже, чем парень. А о чем уже можно говорить, когда у тебя рост, ну вот, как у меня метр с лишним? Вообще, я не скажу, что я, ну за всю жизнь, я встречал несколько девушек, которые выше меня. Это прям, наверное, аномалия, ничего плохого в этом не вижу, ничего плохого в этом не вижу. Ну, бывают, как там, баскетболистки и так далее. Все, этот вопрос мы закрыли. Также и в целом про внешность. Надеюсь, что большинство девушек все-таки более-менее адекватны, и для них внешность парня не так и важна, в принципе. Его красота, его модельность. Ух-ху-ху, я себе намутила модель. Кстати, уже слово намутило было произнесено в этом видео. Я себе нашла модель. Надеюсь, что вы, девушки, не модели прямо ищете. И для вас это не главное. Ну, периодически появляются в комментариях девчонки лукистки, так называемые. Потом посмотрим, кого вы найдете из парней, насколько у вас будет модельной внешности мальчишка. Ну, тем не менее, в общем, мы надеемся на то, что для вас это далеко не первостепенное. При выборе партнера рост и внешность. Ну, рост, я понимаю, что главное, чтобы он был выше. И все. Ну, и... Конечно. Поэтому, вот я вот, например, не имею никаких комплексов относительно своей внешности. Они были, ну, в плане того, ну, не то же комплекса, я не мог принять. Длительное время, напомню, верхнюю челюсть свою, она была чудовищно искривлена. У меня просто, ну, большие зубы там, клыки и все такое. Помню, и из-за этого большая скученность, тесно. И, в общем-то, там все так вот было. Вот это я не мог принять. И мне приходилось вскрывать, как так вот говорить. Здравствуйте. И прыщи. Там не просто прыщик вылез, а была прям чудовищная ситуация у меня на лице. Вот чудовищная. Этого, да, я не мог принять, стеснялся. И вот из-за этого, зараза, я, к сожалению, до сих пор, потому что это вот привет из прошлого, в некоторых случаях, застенчив. Потому что, как бы, по старой памяти, вот у меня вот эта вот реакция, стеснение, то, что, ой, у меня зубы кривые, у меня прыщи, несмотря на то, что это уже, в общем-то, починено мной. Ну, кстати, если вот так вот докапываться до своей внешности, я, в общем-то, знаю, что, ну, как бы, есть какие-то моментики, но почему-то вот мне вот, ну, нет такого, что, ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин. И, собственно говоря, ну, про эту внешность, невнешность, там, девушкинскую внешность, мужицкую, мы попозже поговорим в следующих видосах, сейчас мы об этом не будем, не будем. И, кстати, это приятно, что среди моих подписчиц есть те девушки, которым я нравлюсь. То есть идет, как бы, диалог, что комплименты и так далее, что, ну, влюбленность некоторая, да, онлайн-влюбленность, это, конечно, прекрасно, это мне приятно, с одной стороны, но с другой стороны, вот, чтобы нашлась девушка, которая приедет, прилетит ко мне в Екатеринбург, для того, чтобы я хотя бы вначале познакомился вживую с тобой, там уже мы посмотрели, что будем дальше делать, вначале мой онлайн, разумеется, ну, как бы, чтобы все понравилось, остыковочка произошла, и потом оффлайн, как бы, у нас, в общем-то, уже лето проходит, считанные дни остались, как бы, ну, вот, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, то есть, таких активных девушек, которые бы прилетели, что-то я до сих пор не встретил, это, конечно, мне очень неприятно, но приятно, опять же, что, ну, хотя бы так вот, что пишите и меня зовете, но я не могу так вот, что вас много, я одна, как называется, да, ко всем там летать, был случай, когда я мог там прилететь в Москву, я в него прилетел, ну, как бы, там не до встречи было, в общем-то, мне никто и не предлагал там, именно по Москве, зовут другие города, ну, в общем, мой телеграм всем известен, ссылка на канал, а в нем и ссылка на мои соцсети в описании под этим видео будет оставлено. Вера моя не уничтожена, не изничтожена еще, к сожалению, неактивностью в плане физической у девушек, ну, как бы, понятное дело, что в такое время живем, что не принято, чтобы девушка проявляла активность, делала первый, второй, третий, четвертый шаг, чего-то там мутила, ну, как бы, а мне это нужно, ну, что, ну, пересильте себя, будьте добры, ну, в общем, надежды не потеряны у меня, как бы, если их, по крайней мере, из того, что я вижу, что, по вашей, хотя бы, онлайн-активности. И, с другой стороны, я крест на канале поставил в этом плане, что кого-то тут намутить и так далее, и уже, вот, как бы, что называется, снимаю без цензур, ну, как бы, все, нефиг. А тут я в некотором смысле уже разочаровался еще раз, уже, ну, почти лето прошло, вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало, а, как бы, повоз и ныне там. Я говорю, вот, просто приехать, чтобы мы пообщались, там, вы отдохнете в Екатеринбурге, там, погуляем, мест у нас много, и без конкретных гарантий, что вот, 100%, ну, я буду с вами встречаться, а вы будете со мной встречаться, никто вас не заставляет. Все, проехали эту ситуацию, про онлайн-э знакомство, про онлайн-э знакомство. Активно видео снимаю именно про знакомство, я вот в районе года, да, и давайте за год мы и обсудим, что произошло, вот почему за этот год, в общем-то, можно было найти, наверное, серьезные отношения мне, но у меня до сих пор нет их, и вот, еще раз, справа или слева девушка не стоит, моя, чтобы мы вместе снимали видео. Вот почему этой ситуации не произошло? То есть я уже без отношений длительное время нахожусь, там, несколько, так сказать, дней, месяцев, это вот почему, почему, до сих пор никого не нашел. Вот, ну, первая причина, опять же, я еще раз скажу, что фанатки фанатками, но, чтобы кто-нибудь действительно прилетел, такого нет. Как бы, ну, я уже лавочку закрываю, я говорил, что я компенсирую стоимость прилета, проезда, ну, я вижу, что раз нету по ту сторону экрана никакой активности, все, эта лавочка уже закрывается, что я буду компенсировать. Хотите реально, если доказать, что, так сказать, меня любите, уважаете, прилетайте, подружимся, пообщаемся, ну, вначале онлайн, еще раз повторю, и там уже видно будет. Ну, как бы, в общем-то, вы знаете, о ком я говорю, как бы, мы с вами общаемся, да? В общем, ну, и тот, кто мне из девушек еще не писал, как бы, шансы у всех равные. К сожалению, мне приходится административным ресурсом пользоваться, и видео, уже скоро, я думаю, в каждом видео придется это вот говорить, потому что, ну, вам, девушке, надо действовать. Для этого не принято, но придется переступить через себя, придется, к сожалению или к счастью. Ну, вот, если вы переступите, вы не проиграете, вы не ошибетесь. Когда я раскрою, там, и вас раскрою, ну, это будет великолепно. В общем, ладно, все, лето, 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 последние, последние дни лета, не странно то, что сейчас июль, только, ну, в общем, едем дальше. Все-таки уже про онлайн, про эти встречи бесконечные. Подводим итоги за условный год вот этих вот свиданий. Что у нас, как там у нас было? К сожалению, мне не прет, мне везло на девушек, которые бесконечно сидят в этих онлайн-знакомствах. Они со мной погуляют и дальше идут гулять, 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 потому что им пишут, пишут, и они вот не могут остановиться, потому что не хотят останавливаться. Это ненормально. Вот я до сих пор за несколькими там насматривал, но уже все нахрен их снес, удалил и забыл из своей жизни. Они все еще практически каждый день сидят там в ВК-знакомствах. Ну, в основном я слежу там в ВК-знакомствах. Но это же ненормальная ситуация. То есть они не только со мной гуляют, а потом дальше, на следующий день, через день, там по 7, 8, 9, 10 свиданий. Ну, это нехорошо, это неприятно. Тут такая вот поверхностность, непогруженность. А при общении со мной поверхностность, ну, просто не должна присутствовать. Потому что если вы поверхностны, то вы не сможете... Я просто не смогу раскрыться. И вы не сможете раскрыться. Я вот это вот больше всего не наижу. Я не такой человек, не такой человек, который будет сразу же себя раскрывать все. Heroes 2. Heroes 2. Ну, нехотя, как бы. Еще раз. Все-таки мы же не творческие, имеем право на все, что хотим. Хотим. Ну, ладно, про красоту мы потом. Про красоту мы потом. Потом. Тихо, тихо. Ну, естественно, мне 20 с лишним лет, и вам должно быть либо альтушка там от 16, потому что, ну, ниже это уже уголовщина. Это мы не приветствуем, это мы осуждаем. До. Ну, там пределом 22, ну, это уже как бы вот и все. Ну, это нормально же. Разброс такой хороший. Амплитуда. 16, 22. 16, 22. В общем-то, я так понимаю, в таком возрасте мне девочки, тушки, девчонки, вы не пишите. У вас примерно такой возраст. И вы все красивые, прекрасные, вы все сексуальные. Вот все подписчицы, я на канале смотрю, на телеграм-канале, там можно же посмотреть ваши профили. Вы все обалденные мои подписчицы и подписчики. В общем-то, я неудивлен, и мне это приятно тоже. В общем, еще раз. Вот непруха то, что я в основном попадался на девушек, которые пишут и пишут, переписываются, переписываются, и продолжают там дальше со всеми встречаться. В общем, они не хотят серьезных отношений. Они не хотят серьезных отношений, к сожалению. И не готовы к ним абсолютно. Возможно, они кого-то там идеального ищут, а идеальных не существует. Парней, девчонок, идеальных не существует. Ну, в их только голове это существует. Опять же, в эту голову они не сами себе это забили. Это все накидывается, накидывается данный мусор. Маркетологам спасибо. Маркетологам спасибо. Ну, об этом не будем. И фильмам, сериалам тоже спасибо. Капитализму спасибо. Военно-капитализму Алеше Поднебесному тоже спасибо. Всем вам спасибо. Это вот первый факт. Это второй, тоже про отсутствие серьезности. Ну, были девочки, которые вот прямо вот готовы, горят, горят. Которым, как бы, ну, хочется им, ну, именно кекс. Но с любым. Вот они уже хотят с любым. Не со мной конкретно, а вот с любым. А тут я просто такой попался. Ну, в основном с любым. Да, вот, вот еще раз Ксюша, например. И там она уже вот настолько готова была и хотела, что на первом же свидании, еще раз повторю, ну, несколько раз, там, ну, ну, я так просто, ну, не могу. Ну, ну, и выдерживал там, как говорится. Потом все, пятое, десятое, ну, ну, без кекса. Потому что меня кекс не интересует, ну, как вот, как таковой, что прямо вот погоня за кексом. Нет, 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 нет. Нам нужна серьезность. Нам нужна серьезность. Как бы, ну, и без кекса тоже никак. Это, 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 естественно. Не фреоридные, не фреоридные. Ну, это разберемся уже потом. Ну, и, соответственно, ну, тоже, опять же, вот, они хотят более-менее с любым, там, кто более-менее понравился кексом, как можно быстрее пошел у них говорить. Вот, вот такие вот девушки попадались. А вот, чтобы прямо все идеально, как назло, зараза, я им не нравился. Вот, как назло, вот, как назло. Таких тоже ситуаций было, ну, две-три. Как-то, кто-то просто присматривался ко мне, несколько свиданий там у нас было, даже в районе пяти. Мы уже вроде как начинали строить серьезные отношения, но, зараза, вот, она не могла тоже себя пересилить. Все равно кто-то, в общем, вот эту мою творческость не понимает, не понимает. То есть, им нужны прям стандартные чуваки, некоторым девушкам, прям стандартные классические парни. Чуть-чуть отклонения там от стандартов и все, они уже, ну, меня не понимали. Ну, короче, некоторые меня не понимали, к сожалению. А некоторые, кстати, и, в общем-то, это даже и не мешало. Ну, главное, все. Все, продолжаем действовать, я еще не разочарован, шансы, надежды есть. В общем, вот так вот все происходило. Либо, ну, все, все. А еще самое-то главное, не забываем, что я натыкался, ну, разводил это, ладно, на девушек, у которых либо был молодой человек уже, и они хотели переключиться на меня в качестве уже другого молодого человека и потом выкинуть того, того самого. У меня были такие ситуации уже, или были, вот даже на канале присутствуют такие ситуации. Тарелочницы попадались, тарелочницы. Ну, причем тарелочницы, с которыми там я уже на первом свидании, ну, там за ручку такие микропоцелуи, ну, я имею в виду, что без засосов. Там уже второе свидание, надо все вот чувствовать, что именно вот коммерческая составляющая. А мы пока, в общем, нераскрываем мы все коммерческие тайны и гомерческие тайны. Ну, и вишенка на торте, это вот, не забываем, Машенька, да, ее звали. Девочка, которая беременна и пришла на свидание, это скрывала, скрывала до упора, ну, в общем, и потом рассказала, шокировала тем самым меня. Да, конечно, я мог с ней строить отношения, как и с Ксюшей, пожалуйста, там, потрогал, там дальше уже строят отношения. Там уже, ну, были такие у нас ноты, что вот-вот-вот-вот-вот, ну, к сожалению, ну, не хочется, не хочется. Потому что чувствуется, что она готова практически была с любым. Мне вот это вот не надо, нам все-таки уникальность нужна, что ее конкретно в нас, а мы конкретно в них. Ну, ладно, все. Ну, вот еще вот беременная наша Машенька, она там тоже, ну, прямо вот уже перед фактом меня поставила, и давай думай, что будем делать, что нам, в общем-то, можно с тобой, ну, давай отношения уже строить, и ты вот, я вот рожу, и ты будешь отцом моего ребятульки. Так, кто был мальчик, девочки, я уже не помню, может, вы помните. Так, не забываем проявлять активность, комментировать, лайкать, подписываться на этот канал и подписываться на телеграм-канал. Про донаты я умолчу, но за всю историю ни одного доната, и это отвратительно. Я не клянчу деньги, но я клянчу от вас вот именно вот, как бы, чтобы фидбэк был, в том числе и таким образом. Это фидбэк. Ну, к сожалению, пока ноль, аж нужно почесаться. Ну, вот так вот у нас, как-то вот. Секунды, минуты, часы, годы идут, как бы, вот, чтобы, а с семьи, отношений, там, и так далее, и детёв. Где, где, где? При том, что, ну, как бы, ну, причин-то для этого нет абсолютно. Вот, для этого причин нет. Ну, единственное, что вот по старой памяти, то, что у меня реакция, вот это вот стеснение, вот этого и вот этого, ну, что это уже давно прошло. Ну, вот, ну, это уже никак не вытравить, к сожалению. И, в общем-то, только такие девушки защищаются, найти девушку, которой это было бы, как бы, ну, наплевать на всё это. В общем, продолжаем искать, нужно куда-то запускать какие-то энергии, молиться и так далее, просить, чтобы я, я вас снимаю проклятие, вы с меня снимите, проведите активность и так далее. Что, ну, уже, уже должно быть. Посылы все есть, а уже во все космосы и во все интернет-постранства уже посылов нам выдавал тысячу, что запрос на серьёзные отношения с девушкой от 16 до 22 лет. С целью, ну, понятно, что там, для чего мне нужны серьёзные отношения, кстати, там, просили, что называется, у меня видео такое снять. И ещё у меня девочка одна, очень красивая, тоже вот просто сексуальнейшая, просто конфеточка с ником ММ, просила, чтобы я всё-таки снял про свои коммерческие тайны, там, про что и как. Потому что вот это вот всё, антураж, антураж, и как бы, я не хочу его менять. Почему? Потому что это нормально. Кто, вот вам навязал, маркетологи, что это ненормально, а должно быть то, что дороже. Если дороже, если наворочен, это вот это вот нормально. А у нас так вот, то есть мы заехали в дом в 2000, там, в с лишним году, это новое относительно дом. И вот всё, что осталось с застройщикой, мы не меняли, даже лампы не пометят, чтобы мы понимали. Как бы, вот так вот. Вот так. Комната пустую, третья. Ну, как бы, найти бы, что здесь хозяйку, у меня бы появилась, может быть, мотивация, украшательством заниматься, там, определённым и так далее. Ну, посмотрим, разберёмся. Просто многие девушки, как бы, любят, чтобы всё было чинно-благородно в пространстве. Тихо! Тихо, сдаёшь! Ну, в общем-то, мне сейчас нужно уже отбывать, отбывать, ну, свой срок, разумеется. Напомню, что там и волонтёрство, и всё такое, там живое общение, но там тоже есть свои моменты, не столько даже, не только связанные со стеснением и волнением, там ещё моменты, что тоже по ту сторону добра и зла, по ту сторону экрана, там, ну, как бы, люди, немножечко, как бы, я считаю, что, ну, чё вы это, блин, а? Ну, ладно, всё. Ну, вот так вот, чё вы это? Посылы и молитвы в космос. Вы за меня, кстати, не забудьте помолиться. Вот помолитесь в таком смысле, что Господь дай твоему рабу, Александру Андреевичу Кузьмину, альтушку, девушку, 16-22 лет, в серьёзное отношение. Как бы, я за него поручаюсь, он парень классный, серьёзный, как и отношения будут серьёзными, такой суперский паренёк, и вот ты, Бог, ну, пожалуйста, там ему намыти вот такую вот ситуацию. Дальше уже, как бы, ну, ещё, всё будет чётко. Он, ну, в общем, всё, вот так вот, будьте добры, свечки ставить, там, суббота скоро, как бы, ну, религии у всех разные, там, приветствуем мусульман, иудаистов, иудаисток, там, и атеистов, и буддистов. И прочих, и прочих, и прочих, и прочих. То есть, как бы, тут важен посыл, чтобы от вас тоже было, чтобы вы, как бы, все за меня горой стояли, потому что видите, что я мучаюсь, страдаю, у меня прокляли, я сам себя проклятие снять не могу, только с вас могу, и вы, соответственно, с меня молитесь. В общем, меня нужно отмолить, иначе, нахрен, я сдохну, понимаете, потому что ситуация тяжёлая, что, как бы, за мной пытаются меня одолевать, в общем, ну, что говорю, ну, не прёт, не прёт. Вот, не пруху я называю бесами, так, образно говоря, что вы мне будете помогать их раскидывать. Ну, и, в общем-то, достигнем церкви, пока я половина, а я должен быть целым, чтобы обрести целостность. Схрани всех, Господь, и меня в том числе, благословляю всех, давайте помолимся друг за друга, я за вас помолюсь. Бог моим подписчикам и подписчицам намути очень хорошую, достойную жизнь, если они хорошие, достойные люди. А если не хорошие, не достойные, то, как бы, намути им уроков, чтобы они перевоплотились в я-я добра. Ну, всё, время, время, действительно, нет, нет, мало времени, я сейчас отправлюсь, ну, ещё раз, волонтёрство, про это тоже, возможно, расскажу, что и как там, че-че, чео-бокао. Продолжение следует...